Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. События вокруг жалоб жителей на качество продуктов в супермаркетах развивались стремительно. Глава администрации Олег Фурсов лично прошел по магазинам и убедился в справедливости претензий самарских покупателей. Встреча с высшим руководством сети магазинов «Магнит» по инициативе Олега Фурсова состоялась буквально в экстренном порядке. Итог – все жалобы жителей по требованию главы администрации будут устранены. По поручению мэра Департамент потреб рынка сотрудники районных администраций провели дополнительный мониторинг магазинов федеральных сетей «Магнит» и «Пятерочка плюс». К проверке привлекли и общественные организации. По результатам рейдов в 22 магазинах «Магнит» и в 6 супермаркетах «Пятерочка плюс» на прилавках нашли гнилые фрукты и овощи. На магазины «Магнит» составлено 6 протоколов и 57 административных актов об ответственности. В списке нарушений, отсутствие даты изготовления на товарах, поврежденная упаковка продукции, просроченные товары на прилавках. Договоренность по встрече с управляющим всего Пауловского региона «Зао Тандер» именно обсуждать конкретные вопросы по качеству продукции и по отношению персонала работников, сотрудников «Зао Тандер» к работе. Количество критических замечаний достигло предела. И наш с вами визит в магазин, он, конечно, показал, что имеют место быть эти факты. И мне было обидно, конечно, за горожан, которые вынуждены рыться в этих ящиках с полузгнившими фруктами, овощами и выискивать что-то там приличное. Я рад, что федеральная сеть откликнулась на нашу критику, приехала для переговоров. Работу нужно эту продолжать, и мы должны защищать интересы людей, которые живут в городе. Сельхоз ярмарка в подарок самарцам. В преддверии праздников Дня защитника Отечества и Масленицы горожане смогут приобрести продукты непосредственно от производителя. Площадки для торговли уже выбраны. Это Куйбышевские промышленные и советские районы города. Ярмарки будут работать 20 и 21 февраля с 9 утра до 6 вечера. О сдерживании роста цен на продукты в своем послании говорил губернатор Самарской области. Ярмарки – хорошая возможность купить овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию без торговых наценок. Теперь в Самаре они станут традиционными. Наша задача – максимально соединить производителя и конечного потребителя продуктов питания. Поэтому, если раньше ярмарки были только в осенний и летний сезон, то сейчас мы будем их проводить постоянно. Закупить свежие продукты напрямую без посредников в следующий раз самарцы смогут накануне 8 марта. Вкусный и ароматный хлеб – один из тех продуктов, от которых невозможно отказаться никогда. Марианна Мирная побывала на одном из хлебопекарных производств и убедилась, что самарский производитель, сохраняя докризисный уровень цены на хлеб, по-прежнему делает его по всем правилам и ГОСТам. Румяные батоны съезжают с конвейера, чтобы оказаться на столах самарцев. Огромное производство хлеба практически полностью автоматизировано. Каждый цех работает как часы. Здесь замешивается тесто, здесь формируются будущие батоны, здесь им придается товарный вид и вот он уже на выходе с пылу, с жару. Рецепт прост и при желании такую вкуснятину можно испечь и дома. У нас сырье российское, значит, работаем мы конкретно, конечно, по рецептуре. Используются, значит, дрожжи, сахар, масло растительное и масло горчичное. То есть все сырье, то, которое необходимо для выпечки батоны. Сластеным тоже унывать не стоит. Многие сладости, конечно, выросли в цене, но только не те, которые делаются из отечественных продуктов. На производстве уверяют, побаловать себя вкусненьким можно и со скромным бюджетом. Не разоримся, потому что у нас большой ассортимент кондитерских изделий, которые выпускаются на нашем отечественном сырье. Это не сильно ударит карману наших покупателей, когда они себе позволят не только к чаю, но если и пойти в гости приобрести какой-то тортик. Ну, мы, конечно, решили поучаствовать в производстве этих прекрасных тортов. Мне даже разрешили сделать розанчики, это называется. Давайте посмотрим, что у меня получится. Теперь мы можем взять вот такие красивые цветочки разноцветные и украсить. Мне сказали, как получится, можно не переживать, поэтому посыпем еще сверху орешками. Ну, вот такой, собственно, торт у нас получился. Даже в самые тяжелые времена человек может отказаться от всего, но только не от хлеба. Не зря говорят, он всему голова. И самарцам могут быть спокойны. Круглосуточное производство выпечки в столице региона и российское сырье нас прокормят. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Именно в кризисные периоды многие начинают новое дело. Около 85 тысяч жителей Самары работают в малом бизнесе. Сфера образования и услуг технологий растет с каждым годом. Развитию предпринимательства уделяют много внимания в администрации города, оказывают поддержку. На заседании Совета по предпринимательству обсудили итоги прошлого года и поговорили о планах на год наступивший. Идея, идея и рознь. На Совете по предпринимательству молодой бизнесмен Тимофей Корягин представил изобретение для экономии энергоресурсов. Сейчас экспериментальная установка вырабатывает только 1 кВт электроэнергии в час, но в будущем это могут быть и 50 кВт, и больше, чтобы целое предприятие могло автономно работать, не вкладывая ни копейки. Источники электроэнергии – это те источники, которые не требуют постоянного закладывания дров в печку. То есть это ветер, солнце, недры и энергия недр – вода. Значит, наша диагональная ветротурбина представляет из себя установку, которая принципиально отличается от всех существующих аналогов на рынке. При этом это самарская ноу-хау. Пока проект экономии электроэнергии еще требует доработки, и молодых предпринимателей решили прикрепить к бизнес-инкубатору, чтобы через несколько лет изобретатели могли продемонстрировать большие успехи. Так же, как и десятки бизнесменов, которые начали свое дело на базе инкубатора и воплощают их на практике. Есть идея, ее нужно воплотить, эту идею. Как это воплотить? У многих представление очень смутное. Вот сейчас мы занимаемся бизнес-идеей, конкурсом, и там очень много молодых людей из институтов, у которых, да, есть идея, как ее реализовать, они не знают. Может быть, одна из задач бизнес-инкубатора – это от идеи к прибыли. Количество малых предпринимателей в Самаре растет с каждым годом. Сегодня в этой сфере трудится около 85 тысяч человек. В столице региона действует целевая программа поддержки. Развитие малого и среднего предпринимательства оказывается консультативная помощь. Конечно, городские власти заинтересованы в том, чтобы этот потенциал всячески поддерживать, развивать и добиваться того, чтобы и количество рабочих мест создавалось больше на предприятиях этого типа, и условия труда формировались соответствующие, и отношения трудовые выстраивались таким образом, чтобы люди чувствовали себя защищенными. На заседании Совета было заключено соглашение о сотрудничестве между городминистрацией и Самарским отделением опоры России – одной из самых авторитетных организаций предпринимателей в нашей стране. Соглашение поможет сторонам эффективнее решать проблемы бизнеса в непростой экономический период. Марьяна Мирна, Алексей Золотенков. События. Деньги не главное. Жители области начали охотнее участвовать в общественной жизни. Об этом говорили на 9-м съезде муниципальных образований. Показательны выборы губернатора области. Явка составила более 60%. В скором времени у жителей региона появятся возможности еще активнее влиять на принятие социально важных решений. Система местного самоуправления должна строиться по принципу, чтобы каждый гражданин мог дотянуться до власти рукой. Об этом президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. Каждый регион должен сам решать, как выстраивать местную власть, чтобы она отвечала интересам жителей. В Самаре реформа местного самоуправления перешла ко второму этапу реализации. Областная столица станет городским округом с внутригородским делением, а районы получат статус муниципальных образований. Решать проблемы жителей в районах будут советы депутатов. Губернатором это решение поддержано общественной палатой Самарской области поддержать инициативу администрации Самары по предоставлению или по переходу этого крупного российского центра в город с внутрирайонным делением, в новый тип муниципальных образований. Мы сегодня находимся с администрацией города Самары в непосредственном контакте, занимаемся этими вопросами. Производство по иску прокуратуры в защиту обманутых вкладчиков банка «Волга-Кредит» Ленинский суд Самары прекратил. Об этом в Твиттере сообщает депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Формально суд посчитал, что прокурор не может обращаться в защиту неопределенного круга лиц, так как круг вкладчиков определен реестра. Прокуратура будет оспаривать это решение в областном суде и добиваться защиты прав вкладчиков. Рекламу на фасадах самарских домов либо узаконить и платить за нее, либо устранить. Другого варианта самарские власти не допустят. В большинстве случаев предприниматели устанавливают разноформатные рекламные плакаты и перетяги на фасадах вдоль заборов и дорожных ограждениях незаконно. Арендной платой налогов казну не платят. Провести инвентаризацию рекламных конструкций и выявить нелегальные поручил глава администрации Самары Олег Фурсов в начале года. Задача не только привлечь нарушителей к ответственности, но и заставить наружную рекламу работать в интересах города. Вырученные средства пойдут на благоустройство районов Самары. По отчетам глав районных администраций уже выявлено порядка 1700 нелегальных рекламных носителей. В ближайшее время их собственникам будет предложено либо заплатить пошлину в бюджет, либо демонтировать конструкции. Речь идет не о стационарных объектах рекламы, потому что они, как правило, все на учете, а то, что размещено на фасадах здания. Мы не говорили о демонтаже, мы говорили о легализации для того, чтобы пополнить городскую казну. И мы договаривались, что 90% вырученных средств пойдет на нужды районов. Реклама на трамвайных вагонах сменилась праздничными надписями. 100 лет в этом году исполняется Самарскому трамваю. 25 февраля 1915 года вагон второго маршрута впервые выехал на улицы города. С тех пор этот вид транспорта уверенно завоевал любовь пассажиров. Городское трамвайное депо на улице Мичурина. Именно из этих боксов зимой 1915-го первый самарский трамвай отправился в свой первый путь. Гульнас Исмогилова работу здесь считает честью. Железноколесным управляет уже 7 лет. Некоторых пассажиров даже знает в лицо. В одно и то же время практически ездим. Одни и те же пассажиры к этому времени выходят на остановки. То есть уже когда видят знакомый трамвай, улыбаются. Некоторые здороваются. Нина Бородина в трамвае ездит дважды в день. Считает, что это один из самых удобных видов общественного транспорта. Нет таких пробок, как в автобусе. Еще мне больше нравится, что здесь больше свободного места. В общем, мне на трамвае больше нравится всего городского транспорта. Я надеюсь, что и в будущем у нас останутся трамваи. Столетний юбилей самарские трамваи встречают в праздничном наряде. Над их образом хорошенько поработали. Мы украсили фасады наших предприятий. То есть наши три трамвайных депо украшены большими баннерами на входе, что сопутствует символичной дате. А также на бортах трамвайных вагонов нанесена символика той же самой символичной даты 100 лет трамвая. Также на всем подвижном составе, на всех трамваев, которые курсируют по нашему городу, стоят флажки. Ежедневно по Самаре курсируют порядка 300 трамваев. Этот вид транспорта, по оценкам специалистов, выбирают порядка 40% пассажиров. Павел Бимаков, Алексей Золотенков. События. 22 февраля в Самаре пройдет Масленица. Главная праздничная площадка традиционно разместится на площади Куйбышева. Гостей ждет ярмарка народных ремесел, бой на подушках, перетягивание каната. Желающие смогут походить на ходулях, подняться на шестиметровый столб. Для детей будут работать аттракционы. Праздник начнется в 12 часов дня. На центральной сцене выступят профессиональные творческие коллективы, а также Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Сжигать куклу Маслену в этом году вновь не будут. Организаторы придумали новый ритуал проводов зимы. Проводить зиму, запустить в небо бумажных жаворонков, которые тоже являются символами праздника. И вот это, наверное, будет такой общей народной кульминацией этого праздника. И жаворонки улетят в небо, унесут все, так скажем, какие-то невзгоды прошлого сезона, зимы. И мы все вместе призовем весну, добро, счастье. Часть истории царской России как на ладони. В Самаре в детской картинной галерее открылась выставка коллекционеры Самары. В ее экспозиции порядка 500 экспонатов, собирали которые коллекционеры долгие годы. Царская Россия и первые годы советской власти. Именно так называют часть своей коллекции Валерий Грищенко. Пуговицы, пряжки, кокарды и контрпогоны форменной одежды студентов учебных заведений того времени. Униформистика заинтересовала Валерия еще в детстве. За долгие годы в личной коллекции набралось несколько тысяч экземпляров. Хотя я по профессии юрист, но мне история очень близка. Мне нравится. Мне нравится приобретать это, изучать, как-то все систематизировать, анализировать. Ну нравится, я не знаю. Нравится обладать такими предметами, которых, в общем-то, может быть единица или есть предмет, которых нет вообще ни у кого, а у меня есть. Особо гордится коллекционер-экспонатом, которому более 200 лет. Шейный знак, он же горжет, символ благородства времен правления Екатерины II. В свое время он принадлежал студенту артиллерийского и инженерного кадетского корпуса и корпуса чужестранных единоверцев Российской империи. Мне кажется, что из всех выставок, которые были у нас вообще всегда и всюду, эта коллекция, пожалуй, самая насыщенная, самая наполненная каким-то разумом, очень любопытным опыта человеческого. Но больше всего меня поразили некоторые бумаги, сохранившиеся. Среди представленных на всеобщее обозрение бумажных экспонатов похвальные листы, дипломы об окончании вузов времен правления Николая II. Есть и фотографии самих обладателей этих документов, сделанные на не менее ценные в наше время фотоаппараты из коллекции Сергея Семченко. Экспонаты на выставке представили пять коллекционеров. Выставка в детской картиной галереи будет работать до середины марта. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Около полутора сотен спортсменов примет Самары на следующей неделе. Впервые за 40 с лишним лет в областной столице пройдет чемпионат России по настольному теннису. В личном и командном первенстве регион представит 9 человек. У самарского настольного тенниса женское лицо. Мария Тайлакова 7 из своих 13 лет занимается этим видом спорта. Побеждала на международных и всероссийских соревнованиях. Говорит, спорт сделал ее сильнее и упорнее. На грядущем чемпионате уверена, выступит достойно. Надеюсь, как можно лучше сыграть и буду стараться. Все будут смотреть, как-то все равно за свой город играть. Впервые почти за полвека в Самаре на чемпионате мира по настольному теннису встретятся 32 команды из 12 городов России. За последние годы самарские спортсмены, а точнее спортсменки, достигли небывалых высот. Не раз брали призовые места на турнирах российского и европейского масштаба. Организаторы говорят, в настольном теннисе важно уловить суть игры. В своей динамике, в своей остроте, в быстроте мышления и принятие оригинальных решений. Вот за что его и любят все те, кто занимается или когда-то пытался просто взять ракетку в руки. Чемпионат по настольному теннису стартует 23 февраля, а уже 1 марта будут объявлены имена призеров. Алина Чемерев, Станислав Левин, События. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Минэкономразвитие ожидает, что инфляция в годовом выражении в июне составит 17,4%. Но к концу года замедлится до 12-12,5%. По предварительной оценке, в первом квартале инфляция в среднем за месяц составит 2,2-2,3%. Пик инфляции за годовой период примерно в размере 17-17,5% придется на конец первого начала второго квартала. В среднем за год инфляция составит 15,8% к предыдущему году. В нынешнем году опережающими темпами продолжат расти цены на продовольственные товары. При этом основной рост будет приходиться на первое полугодие. Странно, что про рост доходов населения ничего не сказано. А с другой стороны, ничего странного. В Минфине прорабатывают варианты сокращения расходов на пенсии. Одним из вариантов решения предлагается отчисление 1% заработной платы в пенсионный фонд плюсом к нынешним 13% подоходного налога. Работающим пенсионерам Минфин тоже хочет немного пощипать перья, лишив их фиксированной части пенсионных выплат, если ежемесячный доход человека составляет более 2,5% прожиточных минимумов. Таким пенсионерам оставят лишь страховую часть пенсии. Кстати, однажды подобное предложение уже было заблокировано премьер-министром. Также Минфин рассчитывает с 2016 года начать повышать пенсионный возраст мужчин и женщин до 63 лет. Интересно, почему за просчеты министерства вечно отдуваются пенсионеры? Введение биометрических виз в ЕС для российских туристов снова отложено. Предполагалось, что новые правила оформления виз должны заработать с середины апреля. Но на текущий момент их оформление перенесли на середину сентября, и нововведение не затронет летнего сезона. Отсрочка, предположительно, вызвана категорической неготовностью некоторых стран. Греция, например, прямым текстом заявила, что не станет отпугивать российских туристов новыми порядками перед началом летнего сезона. В противном случае Греция может потерять 50-60% турпотока. Элладе пора бы россиян уже вообще без виз пускать. Ну, родня же все-таки. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленной динамикой. Индекс РТС вырос, индекс ММВБ снизился до 1798 пунктов. Среди лидеров снижения акции МРСК «Центр», аптечной сети 36,6, «Магнита», «Полюс золота» и «Преф и Мичелла». Лидеры роста акции АФК «Система», «Распадской», «Солерс», «Татнефти» и «ФСК ЕС». К открытию российских торгов сложился нейтральный внешний фон. Курс доллара на 17 февраля 62,66 рубля, курс евро 71,54 рубля, золото стоит 2485 рублей за грамм, серебро стоит 33,97 рубля за грамм, цена нефти марки Brent 62 доллара 1 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Тольяттинская ладья потопила мамонтов Югры. Анастасия Павлюченко выступает на турнире в Дубае. Гоночная лада Веста проходит испытания во Франции. В очередном матче молодежной хоккейной лиги Тольяттинская ладья на выезде переиграла ханты-мансийских мамонтов Югры. Первыми вскрыли ворота противника игроки ладьи. Но хозяева смогли отыграться в ходе первого периода. Во втором отрезке ладья вышла вперед благодаря шайбам Ко и Болдырева. С самого начала третьего периода тольяттинцы пошли в атаку. Голы забили Бабенко, Юмангулов и Богачонок. Счет 1-6. Хозяева не сдавались и сумели отыграть две шайбы до конца игры. Итоговый счет встречи 6-3 в пользу ладьи. Анастасия Павлюченкова выступает на теннисном турнире категории «Премьер» в Дубае. На старте одиночного разряда соревнований Анастасия уступила 18-й ракетке мира чешке Каролине Плишковой 2-6-4-6. За 1 час 18 минут поединка Павлюченкова сделала три подачи на вылет. Один брейк и семь раз допускала двойную ошибку. Тогда как Плишкова совершила четыре эйса, столько же брейков и трижды ошиблась при подаче. Это был первый очный матч оппоненток. Более удачно сложилась игра Павлюченковой в парном турнире. Вместе с Аллой Кудрявцевой она переиграла дуэт канатки Габриэлы Добровски и польки Алисии Росольской 6-4-7-5. Во втором раунде турнира Dubai Duty Free Tennis Championship россиянки встретятся с уроженкой Тайваня Се Суивей и Санией Мирзой из Индии. Команда Lada Sport Rosneft проводит тесты автомобиля Lada Vesta TC1 для чемпионата мира по турингу WTCC. Пилоты Роб Хафф, Джеймс Томпсон и Михаил Козловский на прошлой неделе прибыли на техническую базу команды в Маньякур, Франция, где принимают участие в интенсивной тестовой программе в преддверии сезона WTCC 2015. Первый этап чемпионата мира стартует 6 марта в Аргентине. Роб Хафф, проехав первые круги на Lada Vesta TC1, отметил, что это сильный конкурентоспособный гоночный автомобиль, с которым можно бороться за топ-позиции. Джеймс Томпсон отметил, что визуально даже для непрофессионала Lada Vesta это большой шаг вперед по сравнению с прошлогодней Гранта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова